Демонстрация собаки. Он хочет спать, поэтому он недоволен, что я его сюда принесла. Дай собаку. Хей, народ, всем привет! С вами снова я, мастер игрушек смешанной техники и преподаватель курсов по их созданию Екатерина. Если кто-то из вас еще не подписался по какой-то причине на мои ресурсы, подпишитесь. Там много чего интересного. И про гвину, и про сказочных существ, которых я люблю, и в том числе про курсы, которые я преподаю. Сегодня я снимаю в несколько таких походных условиях в своей студии, поэтому, если что, заранее прошу прощения. По какой же причине я решила сегодня снять видео, несмотря на то, что у нас достаточно большое количество сейчас работы и, в принципе, времени не очень много. Дело в том, что ребята из Lepim.rf, вот, кстати, ссылка на них, прислали мне на обзор большую партию своего нового продукта. И я собиралась сделать этот обзор достаточно давно, но, к сожалению, у меня все никак не получалось. Было огромное количество каких-то проблем, проблем в мире, проблем с работой, из-за чего я просто все откладывала, это и откладывала. И вот наступил именно тот момент, когда сделать это надо просто обязательно. Кроме того, это действительно интересный продукт, и я просто хочу вас с ним познакомить. Я думаю, как для художников, так и для людей, которые лепят что-то для себя, для души, он, в принципе, будет подходящим. И он позволит вам, во-первых, экономить на глине, на цветной глине. Во-вторых, добиваться каких-то очень интересных эффектов, которых нельзя добиться каким-то другим способом. И третье, позволяет расписывать ваши работы и создавать какие-то абсолютно новые, интересные, уникальные краски. Что же это такое, я сейчас вам покажу. Это цернит-спартлинг. Вот такие вот баночки. И их у меня достаточно много. И из-за того, какое их количество, я это видео обязательно разделю на несколько частей. То есть сегодня я вам покажу только одну партию этих баночек. Начну я с таких самых базовых. Это цернит-спартлинг с эффектом металлик. И сейчас я вам покажу, как этот цветной металлический порошок можно использовать в вашем творчестве с полимерной глиной. Давайте без лишних дальнейших рассуждений переместимся на мой рабочий стол и приступим к тестированию. Итак, давайте сначала взглянем на баночки поближе. Вот такие вот у нас цвета. Металлик. Это, судя по всему, такой бронзовый. А, вот это бронза. Понятно. Значит, это, судя по всему, медь. Еще есть золотой. Насыщенный, красивый такой желтенький цвет. Красный. Он называется наруж. И есть еще серебро. Но я бы сказала, на самом деле, что это скорее просто какие-то маленькие блестки. Вот так вот вы можете их рассмотреть. Все-таки на серебро, мне кажется, это не похоже. Это не металлик. То есть остальные в этой серии почему-то металлики, а вот этот один почему-то блесточки. Тем не менее, блесточки очень красивые. И я покажу, как в дальнейшем их можно применять. Также у нас есть такая брошюрочка, которую мне прислали цернит. Здесь рассказывается о том, что это цветной порошок для придания эффектов. Для навесения пальцем или кисточкой. Ну и, соответственно, запекаемый. И вот я сегодня хочу рассказать вам именно про эффекты металлик. Для начала, наверное, покажу вам их на руке. Мне нравится, как блестит. Насыщенный такой красивый цвет. Да, это бронза. Давайте попробуем медь. О, как вы видите, это именно металлики. То есть это мелкодисперсная крошка. Она очень хорошо размазывается. И в полимерную глину она тоже будет очень хорошо проникать, вмешиваться и сверху, и просто в кусок. Давайте попробуем красный. Мне очень нравится красный. Я только, мне кажется, переборщила немножко. И золотой. Тоже переборщила. Ну ладно, ничего страшного. Вообще все они достаточно яркие. И теперь я возьму серебро и покажу вам, что я имела в виду. Видите? Блесточки сами по себе классные. Они такие очень морозные, напоминают иней. Очень красиво можно добавлять, например, на рожки моим сказочным существам. Но все-таки на металлики это не тянет. Комментарий церниту. Будет здорово, если вы эти блесточки просто выпустите отдельно. А в серединке металлик все-таки сделайте нормальный металлический такой пигмент серебряный. Было бы супер здорово. До этого я уже веселилась с этими замечательными металликами. И хочу как раз вам показать, что у меня получилось. Вот это вот, вот это вот. Это рог, сделанный из полупрозрачной глины и при этом покрытый сверху. И этот пигмент, он покрывает полимерную глину абсолютно полностью. То есть получается, что он полностью перекрывает цвет полимерной глины. Вы можете таким образом, например, перекрыть практически любой цвет глины. Красный, зеленый, синий, какой угодно. Давайте посмотрим, что у меня еще есть. А вот вам пример, что можно еще сделать с этими пигментами. Это два рога, которые были также созданы из полимерной глины полупрозрачной. Но при этом я золотой пигмент вмешала прямо в глину. И видите, какие они классные получились. То есть у них реально получился какой-то эффект камня какого-то такого полудрагоценного. Смешалось на самом деле не полностью равномерно, но в данном случае это вообще только плюс, я считаю. Давайте посмотрим, что у нас еще есть. Это красный руж, тоже который затонирован сверху. И тут вы можете видеть, что происходит, если затонировать не в глухую, а так немножечко растушевочкой. Вот с этой стороны вы видите, как это тоже выглядит красиво. Красиво. Еще что-нибудь сейчас вам найду. А вот это вот уже то, что здесь называется серебром. Это рог, который я сверху покрыла вот этими вот блесточками серебряными. Тоже классно. Особенно классно это действительно на каких-то зимних существах такое делать. Я уверена, что когда я буду зимой создавать денфов, например, я буду покрывать им рога. И это будет просто бомба. Но да, это не серебро, повторюсь. Но все равно вообще нереально красиво. Все, то, что я сейчас показываю, это глина полупрозрачный цернит. Смотрите вот на это. Это у нас получается бронза и медь, но тоже вмешанные. Тоже как такие полудрагоценные камушки. Готовы уже примеры я показала. Давайте же с вами тогда что-нибудь слепим. До этого я показывала результаты работ с прозрачной полимерной глиной. А теперь я хочу показать результаты работы с черной. Сейчас я сделаю несколько сэмплов. Решила протестировать на черном, потому что черный самый плотный и кроющий цвет. Если пигменты справятся с черным, значит со всеми остальными цветами они по-любому справятся. Давайте взглянем на то, что у меня получилось из черного цвета. Я сделала несколько маленьких листочков. Я думаю, что эти листочки с дырочкой на боку прекрасно подойдут моим существам в качестве кулончиков. Но в любом случае это будут наши образцы. И также сделала несколько шариков для того, чтобы в эти шарики вмешать цернит спарклинг металлик. Но сначала я начну все-таки с листочков. Буду их покрывать сверху пудрой цернит спарклинг. Сразу предупреждаю вас, когда будете с ней работать, пудра очень сыпучая, поэтому все вы можете быть в пудре. Следите аккуратно за тем, чтобы не испачкать себя и все, что вокруг вас. Сейчас начать я хочу с красного. И как мы видим, прямо идеально закрывает черный цвет глины. Мне очень нравится этот эффект. Давайте попробуем заднюю часть. сделать такую растяжечку из красного в черненький. Как видите, растяжечка у нас тоже вполне неплохо получается. Вот такая вот растяжечка. Мне нравится. И спереди абсолютно полностью затонировалась красным. Черный вообще не проступает. Ну что ж, давайте теперь попробуем, допустим, золотой. Возьмем вот этот привлекательный листик. Сейчас у меня весь стол просто в ней будет и все. Берите? Не так много, как беру я. И это прям получилось такое золото от стеков. Прямо в глухую. То есть у нас был черный цвет, а получился просто золотой. Супер! Я вообще не думала, что будет такой эффект, особенно на черном. Вы посмотрите, какая красота. Просто шикарно. Это же можно на самом деле делать какие-нибудь золотые украшения существа. Обалдеть! И руки ради такого не жалко запачкать. Да, я прям золотому на самом деле ставлю прям 11 из 10, наверное. Ладно, оставляю. Это определенно мой самый любимый листик будет. Оставляю и перехожу к другим. О, я уже запачкала, видите, один. Ну, надо было просто аккуратнее. Столько прям, не жадничать, столько не брать. Теперь давайте обратимся к бронзе и к меди. Беру медь. Так много, как золотой, не буду брать, естественно. Возьму вот этот вот листик. Слушайте, ну просто шик! На самом деле я прямо удивлена. На самом деле на черном мне нравится, как они работают даже больше, чем на полупрозрачном. Вот уж не знаю почему. Может быть, в прошлый раз я пожадничала. Но это просто класс. Смотрите, вот тут тоже, может быть, растяжечку такую легкую сделаю. Ближе к черенку листочка. Это прям настоящий металлический блеск. Так, это что у нас такое? Это у нас медь. Медь я тоже ставлю 10 из 10. Ладно, тот был 11 из 10, этот пускай будет 10. И давайте бронзу. Ой, что-то я опять пожадничаю. Сложно, к сожалению, очень набирать из такой баночки. Но вроде как у них есть баночки поменьше. Может быть, у них как-то удобнее. Это, по-моему, 5 грамм, а бывают 2 и 3, насколько я помню. Ну тут тоже все супер круто. Единственное, что мне не так сильно нравится бронзовый, наверное, цвет. Я больше фанат таких красных цветов. Это, наверное, у меня останутся на осенних всяких духов. Ну и последнее давайте протестируем странненькое. Цернит аргент. Итак, берем наш последний красивый черный листик. И берем цернит аргент. Ну, знаете, это очень красиво. Это очень празднично. Очень по-прежнему, очень новогоднее. Но, конечно, это не серебро. Ну, круто, замечательно. Да, буду использовать в декоре моих каких-то зимних существ. Но не серебро вообще. Но очень красиво. Жду теперь серебро от сырнит. Теперь у меня на очереди вот эти вот шарики. И в эти шарики я буду непосредственно вмешивать этот порошок. Начнем, как обычно, с любимого моего красненького. И вот так вот просто начинаю вмешивать. Все это очень, конечно, грязная такая затея. Мне особенно интересно посмотреть, как это будет работать именно с таким вот сильно кроющим черным цветом. Потому что с прозрачным я уже показала. Получилось здорово. Ну, вот так вот постепенно, добавляя немножко, буду вмешивать. Сделаю все эти шарики всеми цветами сырнит спарклинг за кадром. Потому что работа на самом деле очень грязная. И я буду постоянно протирать свои руки, мыть свои руки, отходить. Поэтому я думаю, что удобнее просто показать вам непосредственно результат. А теперь я демонстрирую свои готовые намешанные шарики. Это медь. Обратите внимание, как интересно это все вмешалось. То есть черный цвет все-таки остался. Но при этом на него ослоился такой очень приятный припыленный цвет металлика. Прошу прощения за мои супер грязные руки. Они все в пигментах. Это красный. Тоже примерно такой же у нас получился эффект. Такой не сильный. Более сильный эффект получился с бронзой. И самый сильный эффект получился с золотом. Смотрите, причем насколько это красиво. Это похоже на эффект такого состаренного золота. И я вам отвечаю, если у вас есть небольшое количество денежек для того, чтобы купить, например, только одну из этих баночек, купите золотую. Золотая мне нравится больше всего. Она самая крутая. Ну и серебро. Тоже красота. Тоже блестит. Тоже здорово. Очень интересный эффект. Он мне, кстати, намного больше нравится даже, чем вот этот вот эффект. Этот уж больно такой прям супер новогодний. То есть я бы таких персонажей только вот чисто на Новый год бы сделала. А вот этот такой получился более какой-то нейтральный, более спокойный. Давайте я сделаю за кадром из наших этих заготовочек листочки. И потом мы это все запечем. Посмотрим, как уже это будет выглядеть непосредственно после запекания. Так, вот они наши листики. Они все готовы. Как вы видите, после создания некоторых листочков, ну, лично мне видно, что они как-то потускнели. Возможно, даже на камере вообще не видно, как они переливаются. Но я надеюсь, что хоть как-то видно. И мне больше всего, конечно же, нравится теперь вот этот вот листочек из аргента, который я изначально как-то спорно очень относилась. Он вообще супер красивый. Ну, давайте посмотрим, что будет после запекания. Я ставлю листочки на 20 минут при температуре 120 градусов. Поехали! А пока наши художества запекаются, я покажу вам, какую офигенную тему я узнала, как еще можно применять вот эти вот наши замечательные металлики. И покажу я вам на примере вот этого вот сундучка. Смотрите, что мы делаем. Мы берем лак для полимерной глины. Абсолютно любой. Можно взять сырнит, например, хороший запекаемый лак. Ну, если вы хотите что-то запекать после уже покрытия этим лаком. Можно взять, например, Дарви Вернис, мой любимый лак. Можно взять какой угодно. Вообще, любой. Я наливаю его в маленькую мисочку. У нас этот сундучок красненький, поэтому, я думаю, вот руж я и возьму. Хотя, знаете, на самом деле руж, мне кажется, тоже не очень подходит. Ну, значит, получается какой-то бронзовый. Да, вот такой вот идеально подойдет. И я добавляю сорнит спарклинг к лаку. И начинаю размешивать это все. И сейчас вы увидите, что у нас получится. А получится у нас замечательная металлическая краска, которую можно использовать абсолютно на чем угодно. Очень мне нравятся, на самом деле, металлики. Я прям не ожидала. Когда я работала с полупрозрачным пластиком, у меня прям не было такого вау-эффекта. Ну, прикольно, конечно, здорово. Но мне как будто чего-то не хватало. Но когда я начала работать с черным, я поняла, что это просто супер вещь на самом деле. И вот сейчас я тоже прям кайфуюсь. Какая получилась крутая краска. И это все сделано просто добавлением в обычный глянцевый лак для полимерной глины. Ну, этот лак конкретно не только для полимерной глины. Этот лак еще и для других поверхностей. Если я не ошибаюсь, это воротан. Берем нашу шкатулочку. И прямо вот так вот рисуем на ней этим лаком. Выделяя вот эти вот цветочки, которые на ней вырублены. Таким образом можно сделать покупную вещь более индивидуальной. Конкретно эту шкатулочку я буду использовать для того, чтобы сажать в нее своих персонажей и фотографировать. И так я ее додекорирую. И поставлю ее сохнуть. Ну, я думаю, примерно вот на этом я остановлюсь. И теперь, внимание, еще вариант. Вот у меня такие уже готовые крылышки есть. И я тоже хочу попробовать их покрыть. Я думаю, что так они будут поинтереснее. Давайте попробуем. Это уже готовые крылышки. Я планирую их подарить какому-нибудь своему дракончику. И вот тут я сделаю такую растяжечку на кончике. Да, мне очень нравится. По крайней мере, то, как это крыло выглядело до, это было вообще намного более скучно, чем то, как это выглядит сейчас. Вообще супер. Слушайте, я тоже мега довольна результатом. Сегодня прям какой-то день удивительного теста. Потому что я рассчитывала, что, откровенно говоря, рассчитывала, что мне эти пигменты понравятся все-таки намного меньше. Так как у меня было что-то подобное, но именно таким красивым блеском у меня не обладали ни одни подобные пигменты. И вот пример. Было-стало. Давайте я второе крылышко закончу за кадром. Вы знаете, у меня какая-то уже мания по ходу началась. Мне теперь хочется этим лаком покрыть абсолютно все. Он настолько мне понравился. Например, вот смотрите, моя мордочка дракона, недоделанная, с очень красивыми разводами. Она еще абсолютно недоделана. Но можно на ней нарисовать еще дополнительные полосочки этим лаком. Вот, смотрите, как он теперь вам... Мне кажется, он похож на какую-то огненную саламандру. И эти крылышки, кстати, мне кажется, очень ему подойдут. Напишите, кстати, в комментариях, каким вам больше нравился этот дракончик. Вот каким он изначально был? Или с вот этими вот полосочками? И вот у меня уже почти готов набор для дракона. Крылья и мордочка. Напишите, кстати, в комментариях, какое еще применение вам понравилось больше всего из тех, которые я показала. На крылышках, на мордочке или, например, на сундучке декорация. Вот тут показываю уже высохшее. Видите, все прекрасно легло, прекрасно высохло. Также сохранила свой блеск. И крылышки. Крыльышки вообще прекрасные. Вот они мне больше всего нравятся. Ну и, разумеется, коробочка. Вот такая вот. Тоже все готово. Складываю дракончика, по крайней мере, его части в коробочку. И смотрим, что у нас получилось после запекания. Вот они, красивейшие листочки. Как вы видите, они тоже абсолютно не потускнели. И давайте теперь посмотрим те, в которые я вмешивала. Все-таки это вот мой фаворит из тех, в которые я вмешивала. Золотой тоже красивый. Очень красивый. Действительно, такой прям как состаренное золото получилось. Мне очень нравится. Вот бронзовый как-то не совсем приятный, конечно, отблеск, но маловато. А, нет, это был не бронзовый, это была медь. А вот бронза. Ну, тоже такой еле видный отблеск. И красный тоже слабо виден. На самом деле, вживую это выглядит все-таки получше. Видно все-таки посильнее, что действительно отблеск красный или больше в какой-то в медь. Но вот на камере, конечно, прямо совсем так лайтовенько. Но в любом случае, я очень довольна результатом. Мне очень нравятся эти листики. Особенно вот этот и, конечно же, золотой. Ну и, кстати, и красный очень красивый. Такой прям осенний-осенний. Итак, большое спасибо, что вы, как всегда, были сегодня со мной. Я надеюсь, что вам понравилась эта демонстрация Церкит Спарклинг. В любом случае, пишите свое мнение мне в комментарии. Мне будет очень интересно его почитать. Если вы знаете какие-то еще схожие материалы, тоже пишите. Мне тоже будет интересно. Возможно, я их даже попробую и протестирую. Все. Спасибо всем. Пока. До встречи.